Друзья, всем привет! Сегодня вернемся к разговору о том, как промыть дома лакуны. Долгое время я пользовался вот подобными штуками, да, это клизмочка такая и палочка, да, вот это от ватной палочки. Проделана здесь немножко заплавная сжигалка, на канале есть видео. В принципе, эффективно работает, если побольше клизмочку взять, каким-то физраствором, там, допустим, водичкой с хлоргексидином, можно промывать лакуны. Ну, кто знает, да, что это какой-то анзелит, это будет интересно, ведь кто не знает, в принципе. Я думаю, что это ангина, ну, так как это ангина, она практически у всех была, и, наверное, у кого-то чаще она бывает, у кого-то меньше. Кто-то уже научился чувствовать, у меня, например, она не постоянно, да, но бывает периодически, я чувствую, у меня как будто обкладывает горло, горло при этом не болит. И, естественно, там, ну, многие знают, что запах неприятный изо рта идет, вот, ну, особенно у тех, кто не курит, а когда куришь, там, он все-таки как-то сигаретами убирается. Вот, поэтому достаточно актуальна тема, потому что у нас климат не очень, скажем так, теплый, вот, и способствует развитию, в общем, этого заболевания, особенно осенью и весной. Вот, и вот у меня жена такой аппарат интересный купил, называется Mercury HF-8 Whisper, вот, это ирригатор полости рта, да, ну, в первую очередь он для зубов предназначен, чтобы зубы чистить, да, под давлением, вот, ну, также можно чистить и промывать лакуны. Вот, здесь есть емкость у нас для воды, ну, в данный момент здесь залито у нас, типа, ну, зубной вот этой вот жидкости, да, которую зубы промывают. Вот, здесь удобный контейнер, его можно, в общем-то, вот так вытащить, здесь клапан, и слить там, что-то другое залить. Вот, ну, лакуны этой жидкостью промывать не стоит, но эта жидкость нам пойдет, чтобы посмотреть, как он работает. Ну, вот, здесь есть такая ручка, на ручке переключатель мощности, вот, и мы посмотрим, здесь много насадок, посмотрим, какой насадкой можно промывать лакуну. Вот, есть такая насадка со щеточкой, вряд ли она пойдет, вот, насадок здесь идет к нему много, вот, на всю семью идут вот такие насадки, они разноцветные, с разными колпачками, то есть, это вот обычная насадка, ну, вот такая она, не сильно она давление дает, поэтому, в принципе, не очень она эффективна. Скорее всего, она как раз для лакуна нам пойдет. Вот, есть насадка высокого давления, здесь такая вот силиконовая пимпочка, был бы, кстати, вот классный, как раз для лакуна, здесь, жена говорит, слишком большое давление, мы посмотрим, какое она там, действительно, я потому что так включал, но еще не разобрался. Ну, мы попробуем вот такую вот насадочку использовать для начала, и я просто по своим ощущениям попробую понять, я так уж и быть, вот здесь, как она вставляется, здесь кнопочка, да, у нас, вот, нажимаем, в принципе, можно без нажатия, она там фиксируется, и все герметично. Вот, здесь есть шланг такой, ну, шланг достаточно жесткий, поэтому им, наверное, так не очень, но, в принципе, на высоту борта он дотягивается. Вот, мы сейчас будем смотреть, какой мощности струя у нас идет, ну, работает он, этот аппарат не на батарейках, а работает от сети, честно говоря, не могу сказать, сколько он стоит, вот, просто сами можете посмотреть в интернете, кстати, контейнер с насадками тоже снимается, достаточно удобно. Что-то, мне кажется, одной не хватает, жена уже, наверное, утащит, потому что было четыре вот таких вот цветных насадки, ну, непонятно, куда одна делась. Ну, ладно, это я поищу. Вот, ну, вот этой насадкой высокого давления, она очень довольна, говорит, ей делали когда-то. Ультразвуковую, да, по-моему, называется, чистка зубов, да, вот это напоминает ее, ну, то есть, достаточно мощная струя, вот, даже болезненные ощущения чуть ли не до крови, как она сказала, были. Вот, поэтому, не знаю, надо быть аккуратнее, в лакун точно такой не лезть, потому что лакун все-таки у нас миндалин, да, грубо говоря, они нежные. Вот, и поэтому мы будем такую использовать вначале насадку, я сейчас просто ее попробую, покажу, как она, с каким давлением она бьет, и потом уже попробую сам себе там, наоборот, куда-то ей пульнуть. Вот, сейчас мы, я камеру переставлю, так, я камеру переставил на тракте, вот, сейчас пока у меня эта штука выключена. Ну, вот здесь есть кнопка включения на самом приборе, ну, кто видел, я ее касался, но забыл показать. Вот, сейчас включаем, он будет трактеть, ну, не сильно он трактит, тут больше, вот, почему-то дергается она сама, да, то есть, почему-то передается на нее достаточно трагично, ну, видимо, это гидроудары, что ли, вот, сейчас открываем, я покажу, как, вот, то есть, нет, струя очень мощная, как бы сказал, даже очень сильно мощная, вот, то есть, если в таком режиме, ну, как-то, честно говоря, не знаю, мне кажется, больно, плюс еще все забрызгивается, вот, такой слабый режим, сейчас у нас, ну, тут даже непонятно, каком у нас положении стоит, так, выключено, так, первое я поставил, а вот, ну, тут второе же больно, ну, прям, руке мне больно, я сейчас попробую, все равно в рот залезу. О, ну, реально, покалывание, даже, вот, даже на минимальном режиме, честно говоря, не знаю, я боюсь использовать, здесь надо, вот, переделывать, вот, эту насадку, более широкую ставить, потому что, реально, даже, вот, это толстая, она очень сильно бьет. На зубам, деснам, ничего страшного, ну, вот, а. А лаку нам приятно, заодно зуб почищу. Прям ощущают покалывание. Ну, в принципе, можно приспособить, ну, вот. Ну, бьет прям еще импульсом, это специально, видимо, сделали, вот, этот импульсный режим, то есть, поэтому, она так дергается, именно, в импульсном режиме работает. Ну, вот, это не просто, это, специально, чтобы, вот, отбивать вот этот импульсом. Ну, в принципе, для лакуны тоже хорошо, да, то, что, ну, просто подаете, а именно, он тоже с импульсом идет, ну, вот, ну, единственную насадку, я считаю, надо переделывать, либо какую-то другую купить, ну, потому что, даже на самом слабом режиме неприятно это ощущается. Ну, можно, можно, в принципе, использовать, но, не самое приятное ощущение. Вот, то есть, вот такой вот девайс забавный, вот. Не знаю, сколько он стоит, можете посмотреть в интернете, я назвал, как говорим, меткой HF-8. Даже вот этой насадкой, простой, которой, я думал, давления не хватит, она бьет у нас, получается, достаточно сильно. Вот, а если расширить отверстие, ну, кому не жалко, то, вот, будет покупать специально под эти цели, или, кому, просто, достаточно, там, одной насадки для зубов, да, вот именно, индивидуально. Мне, например, не нужна насадка для зубов такая, я просто, скорее всего, эту расширю чуть-чуть, так, чтобы не было болезненных ощущений. Вот, и уже буду использовать для промывки лаком, потому что, действительно, удобно, большой лоток, потому что, вот, это мне постоянно парит, да, просто клизма, потому что мне приходится туда набирать воду, туда-сюда, там, вот, а здесь все включил и промыл. Единственное, мне надо будет решить вопрос с подключением, надо будет найти вот сюда тройник, сверху у меня, вот здесь у меня, сверху, вот тут. Пока включена вот эта вот, эта штука, поэтому, не знаю, мне надо будет тренчок ставить, потому что я еще обычно вот использую такую штуку для того, чтобы подсветить во рту. Вот, а без нее пока во рту тяжело видно, вот, поэтому надо будет тренчок поставить.